Итак, сегодня мы с вами будем продолжать разговор о системах освещения. Значит, план у нас с вами такой. Первое, мы с вами доразбираем все оставшиеся еще системы освещения. Мы уже сказали о обычных источниках освещения, сказали о фотометриках. Вот, как тоже о отдельном виде источников. Мы сказали с вами о источнике Skylight, небесный свод, который позволяет воссоздавать освещение со всех сторон. То есть такое ощущение, что как бы небесный купол освещает объекты, в силу этого они со всех сторон освещаются. Хотя у него были одни небольшие аспекты, связанные со скоростью просчета. Очень долго этот процесс обычно выполняется. Сегодня мы с вами поговорим еще о источнике под названием Sky Sunlight. Вот, солнечное освещение. Посмотрим, как его альтернативу, но чуть более продвинутую Daylight. Тоже есть такая система. Вот, дальше более подробно поговорим с вами о том, что же такое экспозиция. Мы ее с вами добавляли, когда создавали, автоматически создавали фотометрические источники. Вот, сегодня скажем более подробно о том, что это такое, как с ней работать и что она нам позволяет давать. Что она нам дает, вернее, что позволяет получать. И я думаю, что время наше еще позволит сегодня сказать о системах глобального освещения, которая есть в программе 3D Studio Max. Сказать вообще, что это такое, как с этим работать и для чего это нужно. Вот, в принципе, это план на сегодняшнее наше занятие. Итак, начнем мы с вами с нашего источника Sunlight, который находится у нас не совсем обычно. Обычно у нас на первой закладке создания. У нас есть группа Lights, категория источников. Тут у нас есть источники стандартные, о которых мы уже говорили. И есть фотометрические источники, тоже, о которых мы в прошлый раз смотрели. Источник типа Sunlight, он находится у нас чуть подальше в категории системы. То есть тоже на закладке Create, создание, но в группе под названием Systems, системы. В этой категории собраны объекты, которые не являются простыми, а являются объектами комплексными, которые сочетают в себе набор каких-то вещей. И поэтому их уже нельзя рассматривать как одни целые объекты, сами по себе существующие, а рассматриваются в комплексе как один целый объект. Значит, здесь есть два источника, которые очень похожи. Источник Sunlight и источник Daylight. Мы посмотрим вначале Sunlight, а потом я в двух словах скажу источники Daylight. Итак, Sunlight это источник, который позволяет нам имитировать солнечное освещение. Значит, в принципе, как аналог этого источника освещения, можно использовать обычный стандартный Direct, направленный источник, который тоже дает прямые тени и тоже, в принципе, выполняет набор функций похожих. Sunlight чуть-чуть по-другому настраивается, но с точки зрения других своих параметров он, в принципе, очень похож на Direct. Итак, как он создается? Смотрите, тут немножечко хитрее все происходит, чем обычно мы это привыкли в обычных источниках получать. Значит, система здесь такая. Вначале мы делаем щелчок левой клавиши мышки в сцене, и там, где мы щелкаем, чертится вот такая индикация, которая называется Compass. Также, возможно, вы ее знаете по такому обозначению, как роза ветров. То есть обозначение такое, которое показывает стороны света. После того, как мы его задали, мы отпускаем левую клавишу мышки, и программа нам предлагает выбрать высоту источника. Сейчас такой ракурс, что не очень хорошо видно, но вот если присмотреться, видно, как она вот у нас поднимается. После того, как это сделано, мы делаем еще раз щелчок левой клавиши мышки, и в результате у нас создается источник освещения. Теперь я могу правой кнопочкой мышки отменить систему создания этого объекта. Итак, данный объект называется системой, потому что он состоит из двух объектов. Первый — это вот этот объект Compass, второй — это непосредственно вот этот источник с названием Sun, который, хотя, в принципе, по своей природе является обычным директом. Смотрите, если я выделю этот источник освещения и перейду на вторую закладку, на закладку Modify, чтобы видеть его параметры, оказывается, что это обычный Free Directional Light. То есть, в принципе, в основе этого источника освещения лежит обычный директ, направленный источник. И параметры у него, смотрите, те же самые. Он может быть включен, выключен. Единственное, что здесь нет возможности его менять. И автоматически включена уже генерация тени. Тень типа Ray Trace, то есть, которая имеет четкие края, потому что солнце именно такую тень дает. А дальше набор знакомых нам параметров. Интенсивность, цвет, затухание. То есть, в этом плане он ничем не отличается от обычного директа. Те же самые настройки, те же самые параметры. Помимо того, что мы можем выделять сам источник, мы можем с вами выделять и вот этот компас. Когда мы его выделяем на второй закладке, смотрим на его параметры, мы видим только параметры, управляющие его радиусом, которые влияют разве что на визуальное отображение его в окне проекции. Если же мы попытаемся его трансформировать, то он будет у нас двигаться вместе с тем источником освещения, который с ним связан. То есть, как я уже говорил, это система. Они не сами по себе, они работают вместе. Самое интересное здесь – это система манипуляции этим объектом. Значит, смотрите, если я попытаюсь выделить источник, начать его перемещать, или вращать, или масштабировать, то ничего этого сделать я не могу. То есть, обычные средства управления здесь не работают. Тут чуть-чуть иной подход у нас используется. Значит, для того, чтобы задать параметры этого источника, мы должны выделить наш этот источник освещения, именно источник, то есть не компас, а именно источник освещения, и попасть на закладку, о которой до этого мы с вами не говорили. Это четвертая по счету закладка, носит она название Motion, что переводится как движение. Эта закладка нам будет в будущем больше интересна, когда мы с вами коснемся тем анимации. Ну, а пока мы с ней познакомимся с точки зрения закладки, на которой находятся параметры этого нашего источника освещения. Здесь параметры, которые позволяют управлять его положением. То есть, все остальные параметры, связанные непосредственно с функцией освещения, свет, интенсивность, затухание, спад, все прочие другие вещи, они задаются там, где всегда, на второй закладке. А вот чтобы манипулировать им, нам нужна четвертая закладка под названием Motion. Значит, у нас есть тут несколько способов, как мы будем с ним работать. Значит, почему он называется Солнце? Потому что, во-первых, он имитирует солнечное освещение, во-вторых, он привязан к параметрам этого светила. То есть, для того, чтобы задать его положение, углы наклона, позицию, здесь нам уже не нужно что-то перемещать, крутить, а нужно работать с его параметрами. Задаются его параметры относительно времени. У него есть параметр Time, время, и с помощью именно времени задается его система настройки. Смотрите, время делится у нас на часы, hours, минуты, min, sex, секунды. То есть, этими временами, этими параметрами, мы можем с вами задавать разные настроечки. Например, если нам нужно получить там утреннее время, мы можем поставить там 6 часов утра. В результате он примет такое положение, которое соответствует расположению солнца в 6 утра. Если мы, например, там напишем 9 вечера, он, соответственно, будет менять свои положения. Значит, параметр времени не единственный параметр. Здесь много других дополнительных вещей, которые нужно задавать. То есть, вот я меняю время, вот, соответственно, у меня источник будет менять свое положение. Я могу задавать минуты для более точного манипуляции в пределах часа, и секунды для еще более точной манипуляции в пределах минут. Дальше задача его задается, используя параметр год, день и месяц. То есть, мы, например, хотим получить систему освещения там, как было в 2009 году, да, можем написать 2009. То есть, он использует некую, скажем так, базу данных, которая у него внутри программы описана, в которой, как бы, эти положения, позиции все записаны и прописаны. Потому что, в принципе, все эти вещи предопределены. Пока Солнце в данный момент двигается как-то предсказуемо, да, и мы, соответственно, знаем там движение планет в Солнечной системе, можно эти вещи все просчитать. Поэтому, если мы хотим получить освещение, которое было в 2009 году, например, там, 15-го, я не знаю, марта, например, мы можем, соответственно, вписать эти вещи, задать время, минуту, там, секунды, и, соответственно, источник расположится так, как он был расположен в то время. Здесь присутствует еще параметр TimeZone, временная зона, который тоже нужно корректировать, потому что временная зона напрямую влияет на то, как источник располагается. Поэтому, в зависимости от этих параметров, картины могут быть абсолютно разные. Тут много разных нюансов, очень много разных атрибутов, параметров, которые так или иначе подстраивают эту всю вещь, и в результате мы можем получить такие вот картины. Есть еще интересный параметр с названием Get Location, тоже интересный режим, который позволяет открыть вот такое вот окошко, в котором мы с вами, используя вот карты, либо там быстрый выбор континентов, то мы можем выбрать нужную нам, допустим, там страну. Вот, то есть выбираем непосредственно континент, дальше вот мы можем выбрать здесь более точно страну, и он, соответственно, определит город в этом списке, который ближе всего соответствует освещению. Да, то есть, видите, атрибутов очень много. Помимо того, как мы задаем вот основные его положения, у нас есть дополнительные параметры, такие как Latitude, которая управляет углом наклона, Long Tide, которая тоже управляет позицией источника освещения, орбитальный масштаб, позволяет направление севера задать более точное, и так далее. То есть, в принципе, это астрономически верный такой источник освещения, который можно задавать и тем самым получать освещение. Ну, возможно, есть какие-то специфические вещи, где нужна такая тонкая отстройка. Но лично я, например, в той работе, с которой я пересекаюсь, этот источник не использовал и такой тонкой настройкой не занимался. Потому что, в принципе, с точки зрения источника освещения, в его основе лежит обычный директ. И поэтому, если, скажем так, нет необходимости так точно все задавать, то можно просто-напросто открыть обычный директ, создать, поставить его так, как вам нужно для того, чтобы он сцену освещал под нужным углом. И этого уже будет достаточно. Больше голову ни с чем морочить не придется. С точки зрения освещения он ничего уникального не привносит. То есть, если мы сделаем освещение, мы получим обычное освещение. Единственное, сейчас, одну секунду, я проверю настройки, потому что, возможно, тут кое-какие вещи уже... Да, точно. Уже заданы. Это предыдущие настройки сцены. То есть, то же самое, что дает директ, то же самое дает санлайт. Разница только в том, что он, помимо всего прочего, имеет более сложную систему настройки, которая, возможно, для некоторых задач действительно оправдана и интересна. Вот такой источник. Во всем остальном ничего в нем нет сложного, он очень простой в работе. Такой же, как и обычный директ. Поэтому вот, что он из себя представляет. Как его альтернатива, есть еще более сложная комплексная система, которая находится точно там же, где находится и санлайт на кнопочке системы в категории Create, которая носит название Daylight. Daylight переводится как дневное освещение. Это система, которая сочетает в себе первое, санлайт, то есть солнечное освещение, источник санлайт, и к этому ко всему она еще и присовокупляет источник Skylight, который имитирует у нас глобальное освещение. То есть здесь как бы уже в комплексе идут два источника освещения совместно вот с этим компасом с розоветров, которое может у нас тоже дополнительно подстраивать наш объект. Создается он аналогично. То есть включив его, единственное, что он так же, как и фотометрики, предлагает нам создать вот тот самый контроль экспозиции, то есть модуль, который позволит нашей картинке избежать пересветов или наоборот слишком сильных затемнений. Поэтому пока мы согласимся с этим, пусть он добавит нам эту экспозицию. Вот, а дальше давайте создадим сам источник освещения. Система точно такая же. Щелчок левой клавиши мышки, дальше не отпуская, мы задаем размер этого нашего компаса, а дальше отпустив, определяем высоту нашего источника освещения. Когда это сделано, у нас с вами готовая для работы конструкция. Значит, посмотрите, он состоит из трех вещей. Первое, это точно такой же компас, как у нас был в Sunlight. Второе, это тот же самый директ источник, но он не совсем обычный. Смотрите, он в себе совмещает директ и skylight. И в настройках эти вещи тоже у нас присутствуют. Посмотрите, его настройки. Ну, вот тут есть daylight parameters, это свиток его уникальный. А вот дальше, general parameters. Вроде как настройки обычного директа. Включение, выключение, тень и так далее. Интенсивность, параметры там конуса. Вот, дальше идем, идем, идем. И тут в какой-то момент времени у нас появляется закладка skylight, которая позволяет нам настраивать наш skylight. Поэтому эта система, видите, совмещает в себе три вещи. Объект компас, источник прямого освещения директ, и имитацию глобального освещения, источник skylight. Давайте попробуем сейчас сделать визуализацию, посмотрим на результат. Вот, здесь очень хорошо нужно настраивать баланс между этими источниками, потому что в этой системе не всегда он бывает задан правильно. Дело в том, что обычное освещение, которое нам дает директ, и его интенсивность, она, возможно, там слишком большая, может быть, по сравнению с яркостью, например, skylight. Поэтому часто приходится что-то одно отключать и смотреть на результат. Вот, допустим, сейчас, чтобы отстроить его так, как нужно, я вначале отключаю мой источник skylight, который у меня делает имитацию глобального освещения. Отключаю и делаю процесс визуализации. То есть, вот результат работы, который дает мне обычный мой директ, солнце мое. Если я подниму сюда повыше, я увижу, что его параметры, смотрите, интенсивности очень сильно подняты. Это связано с тем, что появилась экспозиция. Когда экспозиция появляется, программа автоматически яркость этого источника подымает. Вот, управляя этими параметрами, хотя тут тоже, видите, такая ситуация, вот я сейчас, допустим, пытаюсь зайти вот сюда в эти параметры, вроде бы как я их кручу, но на самом деле ничего не происходит. Не происходит по той причине, что эти параметры задаваться у нас будут относительно других вещей. Так, сейчас, одну секундочку. Значит, почему так? Смотрите, в настройке Daylight, дневного освещения, у нас есть три способа, как мы можем управлять данным источником. Значит, способ Manual, ручное управление, включает все опции, все режимы, и мы тогда с вами имеем возможность задавать многие параметры, включая и параметры мультиплеера, интенсивности. Параметр задачи этого источника в виде, там, даты, времени и положения, это тоже, что мы делали в нашем Sunlight. Тогда нам нужна кнопочка Setup, с помощью которой мы сразу попадаем в эти настройки, то есть он нас автоматически перебрасывает на четвертую закладку. Вот, и тут мы можем задавать. И вот тогда уже интенсивность, положение, яркость и все прочие другие атрибуты будут привязаны к этим параметрам. Или есть еще один интересный момент, WeatherDataFile, то есть использовать в качестве файла настройки определенный файл с информацией о погоде, да, то есть есть такие файлы, выбрав этот параметр, мы с вами можем сам этот файлик указать, сейчас, одну секундочку, ну вот тоже зайдя в Setup, у нас откроется окно, где мы можем указать соответствующий файл, вот, но лично я вам не могу ничем здесь каким-то опытом поделиться, лично я с такими вот вещами не сталкивался, то есть не приходилось мне настолько детально, настолько тонко его отстраивать. Поэтому, как один из вариантов, мы можем переключиться на режим Manual, ручной задачи всех параметров, и тогда подобрать нужную нам интенсивность, яркость нашего основного источника, вот как он светит. Теперь мы можем его отключить, это, кстати, мы можем двумя сделать способами, либо галочкой здесь в настройках источника, либо параметром вот тут, активность, видите, он тут разделяет Sunlight, источник прямого освещения, и Skylight, источник Skylight. Поэтому мы можем отключить здесь его, включить, например, только Sunlight. Вернее, Skylight, проще я неправильно сказал, Skylight. И теперь настроить его интенсивность, яркость, для того, чтобы увидеть, какой он даст результат. То есть вот как он светит, но сейчас темновато. Поднимаем еще его. То есть этот источник удобно отстраивать по частям. Отдельно прямое освещение, отдельно имитацию глобального освещения. Вот вроде бы как интенсивность подобралась. Может быть тут десятку. А теперь давайте снова включим наше основное освещение, и получим комплексный рендер, который будет в себя включать и прямое освещение, и освещение от Skylight, имитацию глобального освещения. Вот у нас получилась картинка, смотрите, в которой подсвечены все стороны. То есть основные стороны, более яркие, подсвечены самим источником освещения нашим, солнцем. А вот этот небесный наш купол Skylight, он, соответственно, дает подсветку вот этим сторонам, затемненным. Картинка еще далека от идеала, в силу того, что у нас заданная экспозиция, ее тоже нужно правильно настроить. Она сейчас настроена как-то по умолчанию. В данном случае изображение не совсем такое вот красивое получается. Поэтому недостаточно только лишь одного этого источника. Здесь нужно в комплексе еще добавлять настройки экспозиции, то, о чем мы сегодня скажем. Но даже если пока их не касаться, система настройки этого источника вот к чему сводится. То есть наша задача, создав этот источник, настроить яркость нашего солнца, директ источника в параметре Multiplayer, без Skylight, для этого его на время отключить, либо здесь, или здесь. После этого, наоборот, поменять местами, включить Skylight, отключить прямое освещение, подобрать интенсивность Skylight. И дальше включить и один, и второй, еще раз делать рендер, и посмотреть уже баланс между ними. Может где-то что-то нужно поднять, что-то опустить, чтобы не было пересвета. В результате мы получаем вот такую, такую как бы имитацию дневного освещения, при котором у нас и прямые лучи, которые идут от нашего источника, освещают объекты. В то же самое время, те стороны, которые до этого вообще были черные, у нас сейчас подсвечиваются, освещаются, не такие темные. Сейчас тут довольно-таки плохо отображается тень, но это в силу того, что в настройках Skylight в параметре тени стоит маленький параметр Repersample, всего 5. Ну, за счет этого скорость неплохая, но приходится качеством жертвовать. Если, конечно, поднять его там до 20, например, то, что у него стоит по умолчанию, мы, конечно, получим картинку куда лучше. Вот, но процесс визуализации придется, придется ему выделить больше времени на то, чтобы он дал нужный результат. То есть вот уже она значительно лучше выглядит, хотя этот результат еще можно улучшить за счет параметра, за счет настройки экспозиции, то, о чем мы сегодня скажем. Но только, видите, один всего лишь точник освещения в сцене уже позволяет получать довольно-таки неплохие результаты. Вот предыдущее время для сравнения было 3 секунды при плохом качестве тени. Сейчас при хороших настроечках ему нужно больше времени, 41 секунда, видите, больше, чем в 10 раз увеличение. Когда вопрос на секунду идет, это, конечно, не проблема. Когда там картинка считается час, а с этим 5 часов, то, конечно, это значительно ощутимее. Но ничего не поделаешь, чем-то нужно жертвовать. Хоть хотим получить качество, приходится тратить на это больше времени. Вот, поэтому тоже вот такой вот источник, очень источник интересный, который, видите, в комплексе сочетает целую группу вещей, которые вы тоже можете использовать, точно так же настраивать. Вот, значит, в принципе, нового здесь ничего, просто комбинация параметров. Ну, вот, как вы увидели, единственное, что не забудьте, если вы хотите управлять им вручную, а так, пожалуй, наверное, удобнее переключаться в режим Manual, в его настроечке, потому что остальные режимы не дадут вам возможности менять некоторые параметры. Они будут заблокированы. Вот это единственный момент, который с этим источником связан. Давайте его сейчас удалим. Я отдельно удаляю освещение. Хотя, в принципе, если удалять освещение, а не компас, ведь а компас удаляется вместе с ним. Сейчас сцена у меня темная, это за счет того, что у меня применена была экспозиция, я ее на данный момент не отключал, поэтому сейчас я ее уберу. Вот, пока она нам будет не нужна. Итак, давайте подведем итог того, какие системы освещения мы с вами изучили и какие источники знаем. Значит, я еще разочек бегло пробегусь, и мы, в принципе, на этом уже с источниками конкретно разговор закончим. Пойдем говорить о более других вещах, но будем все эти знания использовать. Значит, стандартные источники, как один из способов. Закладка Create, категория Lights, в выпадающем меню стандартные. Spot, Projector, Direct, Omni. Spot, это Projector, знаете, ограничен своей формой, конусы освещения из одной точки. Directional, направленное освещение от его верхней формы, оно может быть круглое или квадратное, в зависимости от того, как заданы параметры. Лучи идут параллельно, то есть это имитация солнечного освещения. Omni, всенаправленный источник. Здесь же находится Skylight, источник освещения, который подходит идеально для открытых пространств, когда объекты ничем не загружены, и позволяет освещать нашу сцену со всех сторон, создавать имитацию освещения в яркий, но все-таки затянутый пасмурный день. То есть не обязательно там темный, да, но просто когда прямых солнечных лучей нет. Это источник Skylight. Значит, дальше фотометрические источники. Они здесь представлены в виде одного источника, который может быть нацеленным или свободным. Их отличие в том, что чуть больше параметров, и они более детально настраиваются, более физически правильно и физически корректно. Значит, использование фотометриков связано с использованием экспозиции, то есть модуля, который контролирует освещение и затемнение в нашей сцене. И то, о чем мы сказали сегодня, это группа системы. Здесь источник Sunlight, как более упрощенный вариант, который дает только прямое освещение и больше ничего, но более сложно настраивается физически правильно. И вторая система Daylight, дневное освещение, сочетающая в себе Sunlight, он же в принципе направленный источник, и источник Skylight, и вместе позволяют нам освещать нашу сцену. Вот это весь арсенал, который есть внутри программы 3D Studio Max для того, чтобы создавать освещение. Но не все еще, что так или иначе будет с этим освещением связан. Поэтому давайте сейчас продолжим разговор и поговорим с вами о такой интересной вещи, как экспозиция. Значит, мы ее с вами создавали, наш Daylight создавал ее, фотометрики создавали, мы просто соглашались с ее применением, но особо не углубляясь в ту суть, которую она нам могла предоставить. Итак, экспозицию мы можем создавать автоматически, когда создаем фотометрики или систему Daylight, а можем создавать и вручную, где находятся настройки экспозиции, где их можно задавать. Доступ к ним можно получить через главное меню. Причем через главное меню с названием RENDERING, визуализация. То есть эти вещи имеют отношение к процессу визуализации больше, например, чем к другим этапам. Поэтому именно здесь эти команды и находятся. В этом меню нам нужна команда с названием EXPOSURE CONTROL, контроль экспозиции. Если мы с вами зайдем сюда, то у нас откроется окошко. Это окошко нам знакомо по настройкам окружения. Оно же, это же окно, может вызываться, используя команду ENVIRONMENT, меню RENDERING. Вот оно, это окно, ENVIRONMENT. Вот, первая закладка открыта, но чуть-чуть нужен другой свиток. До этого мы с вами говорили о свитке GLOBAL LIGHTING, вот тот источник освещения, который в сцене есть по умолчанию. Верхнюю группу настроек мы с вами разберем чуть попозже, когда будем говорить о процессе визуализации. А вот свиток с названием EXPOSURE CONTROL нам сейчас с вами будет интересен. Именно здесь мы с вами можем как задавать экспозицию, так и менять ее параметры, если она была создана автоматически для нас. Сейчас ее нету, поэтому свиток пустой, никаких настроек здесь нет. Если бы она была, тут бы были уже параметры. Но мы ее сейчас с вами создадим сами. Итак, создается она следующим образом. В этом раскрывающемся меню, которое нам доступно, мы должны выбрать тот способ управления экспозицией, управлением засветов, которые есть в программе. Значит, тут есть несколько разных вариантов. Автоматический контроль экспозиции, automatic exposure control, линейный контроль экспозиции, логарифмический контроль экспозиции, контроль экспозиции, какой-то фотографический используя визуализматор Mental Ray, и еще какой-то контроль экспозиции по методу прессуда какой-то, я даже не знаком с тем, что это за вещь. То есть, все они, все эти способы, все эти методы включают разные способы контроля за несколькими вещами. То есть, что такое вообще экспозиция? Экспозиция – это способ адаптации нашего экрана, нашего монитора к слишком ярким или слишком темным цветам. Экспозиция – это способ адаптации нашего экрана, нашего монитора к слишком ярким или слишком темным цветам. Вот, как я уже говорил, мониторы чаще всего не могут в большинстве случаев передавать то огромное количество цветов, даже, скажем так, не то, что количество цветов, а яркости цвета, которые зачастую мы можем генерировать в программе 3D Studio Max. Используя фотометрические источники или систему Daylight, дневное освещение, мы можем получать очень яркие цвета. Так вот, для того, чтобы при получении этих ярких цветов на нашем мониторе не была белая каша и непонятно что, вот, используется контроль экспозиции. То есть, что он делает? Он просто обрезает эти цвета, скажем так, сужает диапазон. Самый простой контроль экспозиции, который вам знаком с рождения, это то, что люди не могут смотреть на солнце, например. Когда человек смотрит на солнце, да, ему начинают слепить глаза, он их закрывает, начинает чихать. Это все защитные способы организма для того, чтобы уберечь сетчатку от того, чтобы она не сгорела. Вот то же самое происходит и здесь. Ну, слава богу, программа тут не чихает, ничего не делает. Она просто-напросто по-своему адаптирует наше изображение. То есть, если она видит, что в нашей сцене слишком много пересвеченных областей, она просто обрезает их до того места, при котором они перестанут пересвечивать нашу картинку. То есть, убирает верхнюю часть, например, слишком ярких цветов. То же самое она делает и с темными цветами. Если вся наша сцена во мрак погружена, то она, наоборот, высветляет нашу сцену, для того, чтобы темные эти участки стали более-менее видимыми и более светлыми. Поэтому экспозиция, она бывает нужна даже не только с точки зрения того, чтобы адаптировать монитор, а иногда даже просто с точки зрения того, чтобы более приятную получить картинку, где не будет слишком ярких пересветов или слишком темных моментов. Все вот эти разные способы, алгоритмы, которые тут представлены, это, в принципе, разные формулы, которые могут обрезать вот эти вот цвета, адаптировать их под нормальную видимость. Есть какой-то автоматический режим, линейный, логарифмический. У каждого из них свои плюсы, свои минусы. Мы с вами посмотрим, например, тот же самый автоматический контроль, который по умолчанию добавляет программа, когда мы с вами создаем фотометрические источники или систему Daylight. Поэтому все, что нужно здесь, это просто выбрать нужный алгоритм. Как только он выбран, внизу появляются его настройки. Если он вам временно не нужен, то вы можете его отключить, используя галочку возле параметра Active, активный. Можете его включать и можете отключать на время. При этом настройки его не удаляются и не теряются. Если вам эта экспозиция вообще не нужна, вы ее можете убрать просто в этом меню, выбрав параметр No Exposure Control. То есть не нужна никакая экспозиция. Соответственно, все настройки пропадают, но вы тогда их и теряете. Поэтому помните об этом. Видите, каждый из них имеет свои какие-то особенности, свои нюансы. Дело в том, что окно проекции, как вы видите, реагирует на те изменения, которые у нас происходят. Почему так происходит? Давайте с вами обратимся к настройкам окна проекции. Вот в этот вот режим Lighting and Shadow. Помните, мы здесь включали с вами Headway Shading. Это режим, при котором мы тень и прочие другие вещи можем нормально, полноценно видеть в окне проекции. О, какая красота. Сейчас, одну секунду. Так, все отлично, давайте продолжать. Значит, при выборе экспозиции наше окно проекции реагирует на это. Это благодаря тому, что вот в этом вот режиме, который позволяет нам отображать затенение, прочие другие вещи, среди прочих параметров, например, мы включали показ тени, есть, смотрите, режим Enable Exposure Control in Viewport. Этот параметр включен по умолчанию. Именно благодаря этому параметру мы с вами можем видеть результат применения экспозиции даже в окне проекции. Если не нужно, мы отключаем, и тогда экспозицию мы не увидим. Но это, в принципе, неплохо ее видеть, потому что мы уже для себя видим какой-то ориентир, как она работает и какой дает результат. Сейчас, например, применив логарифмически этот способ контроля экспозиции, наше окно стало слишком темным. Это в силу того, что нет других источников освещения, экспозиция вот так вот срабатывает, вот так вот себя ведет. Если мы хотим, чтобы картинка была лучше, нам, конечно, нужно создать какой-то источник освещения, или стандартный, или фотометрик тот же самый, например. Вот. И после этого, настроив его правильно, его там яркость, интенсивность, опять-таки, он сейчас у меня не совсем хорошо светит, из-за того, что масштаб сцены очень большой. Вот. Я переключусь вот в этот режим, где могу задавать не только экспозицию, а еще и область его влияния. Задам их побольше, повыше, и тогда все будет значительно лучше. Вот. Если мы с вами запустим процедуру визуализации, что мы получим? То есть, вот как выглядит картинка при использовании экспозиции. Я сейчас сделаю в этом окне буфера кадра его копию. Мы с вами будем об этих вещах говорить, когда коснемся с вами тем, связанных с визуализацией, совсем-совсем в скором времени. А вот, например, как у меня будет выглядеть картинка без этого алгоритма. Я его отключил и сделаю здесь вот заново визуализацию. То есть, сравните. Вот как светит фотометрик. То есть, например, при экспозиции картинка у меня адаптируется. То есть, нет таких пересветов, какие есть тут. Нет слишком темных фрагментов. А здесь наоборот. Экспозиция не работает. И при той яркости, которую сейчас имеет фотометрический источник, у нас все сильно пересвечено. Вот таким вот образом. Поэтому экспозиция бывает очень часто нужна. Обычно пересвет дают именно фотометрики и система daylight. Поэтому вот там они нужны. Там их нужно, чаще всего ее нужно использовать. То есть, соглашаться с ее задачей, этого параметра по умолчанию, а после этого или создавать его вручную здесь. То есть, какой вам больше понравится, тот и создавайте. Значит, я тут немножко вам вначале неправильно сказал. Именно логарифмический контроль создает программа. То есть, не автоматический, а логарифмический. Logarithmic exposure control. Это тот метод, тот способ, который создает программа при установке фотометрика или системы daylight. Значит, иногда, если сложная сцена и просчитывать ее, рендерить, визуализировать бывает довольно-таки длительно, мы можем с вами для того, чтобы увидеть, как работает экспозиция, сделать рендер миниатюры. Вот здесь, смотрите, есть рендер превью, кнопка. Щелкнув на нее, программа сделает процесс визуализации в таком маленьком окошке и покажет нам результат своей работы. Это еще хорошо и тем, что мы с вами, меняя вот параметры, которые управляют непосредственно этой экспозицией, будем эти сразу изменения видеть вот здесь, в этой миниатюре. Тем самым будем понимать, какой будет результат после процесса визуализации. Поэтому очень удобно его вот тут отображать. Если мы с вами хотим, чтобы вот эта экспозиция применялась не только к нашим объектам в сцене, а и к фону, сейчас фон у нас пока в виде цвета зада, но в будущем мы научимся вместо фона подкладывать нужное нам изображение. Это на теме визуализации мы тоже будем с вами разбирать. И вот если мы хотим, чтобы вот та фоновая картинка тоже испытывала на себе влияние экспозиции, то мы должны поставить галочку возле параметра Process Background and Environment Maps. Тогда фон тоже будет управляться экспозицией. Если этого не сделать, то он этого делать не будет. То есть у вас фоновая картинка будет сама по себе, а все, что в сцене, само по себе. К нему будет применяться экспозиция, всему в вашей сцене, а фон трогаться не будет. Иногда это нужно, иногда нет. Поэтому есть такая вот возможность. Ну а сами настройки экспозиции не такие уж, в принципе, и сложные. Самая основная настройка, с которой, в принципе, имеет смысл начать вообще работу, это параметр с названием Physical Scale, так называемый физический масштаб. Это параметр, который глобально позволяет экспозицию подымать, то есть освещать наше изображение, или наоборот затемнять его. Если этот параметр подымать, наша сцена начнет освещаться. Видите, вот здесь в миниатюре это очень хорошо видно, что происходит. Если я его понижаю, она, соответственно, затемняется. То, что я получаю здесь, будет соответствовать тому, что я получить могу после процесса визуализации. Так, единственное, тут сейчас есть немножко расхождение. Почему? По идее, как. Так, единственное, тут сейчас есть немножко расхождение. Почему? Так. Почему? 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 Так, ну вроде бы сейчас все включено, все по идее должно отображаться, потому что здесь вот у нас наша мини-тюра здесь меняется, а при процессе визуализации не отображается. Может настроечка что-то выключена, сейчас, одну секунду. Да нет, вроде все как всегда. Ну да, как-то странно, хотя другие атрибуты сейчас в принципе нормально отображаются. Значит, вот параметр Physical Scale, то есть один из параметров, который, видите, глобально нам позволяет высветлять или затемнять наше изображение. Вот, помимо этого есть еще команды тоновой коррекции нашего изображения. Параметр Brightness позволяет нам дополнительно корректировать яркость, сделать изображение более светлым или более темным. То есть оно более светлое, в другую сторону, наоборот, затемняется. Вот, параметр контраста делает его более контрастным. Это уже больше, скажем так, из области цвета корректировки. Вот, то есть при большом контрасте наша сцена имеет ярко выраженные цвета, а чем меньше это значение, тем, соответственно, более, менее, вернее, насыщенными они становятся. Вот таким вот образом. Вот, и параметр средних тонов, это управление, скажем так, оттенками серого цвета, диапазоном средних тонов, который тоже, в свою очередь, может оказывать влияние на наше изображение. То есть, вот, используя четыре вот этих переключателя, мы можем с вами манипулировать нашей экспозицией, вот, и тем самым контролировать, как будет получен результат. Но, опять-таки, имейте в виду то, что экспозиция – это та вещь, которая нам нужна, как правило, в конце. То есть, первоначально нужно правильно задать и правильно настроить источники освещения. Вот, экспозиция уже может быть как дополнение к результату работы основных источников освещения. Вот, и, скажем так, улучшить или там адаптировать результат. Но ни в коем случае это не способ освещения нашей сцены. Вот, это способ, скажем так, адаптации нашего изображения, нашей картинки, которую мы получаем в процессе рендера под нужный результат. Вот таким вот образом. Поэтому вот, что она из себя представляет. Вещь несложная, если вдруг в вашей сцене вы заметили пересветы или затемнение, причем неважно, какие источники освещения дали такой результат, то один из способов адаптировать ваше изображение – это применить экспозицию. Вот, иногда достаточно только лишь ее применить, даже не нужно там параметры ее менять. Вот, но если хотите, вы имеете возможность набором переключателей настроек определенных параметров подкорректировать ваше изображение дополнительно еще. Вот, и тем самым получить нужный результат. Поэтому вот, что из себя представляет экспозиция, вот зачем она нужна, и вот какие средства управления у нее присутствуют. Сейчас давайте мы отключим ее, наш фотометрик уберем, он нам здесь с вами не нужен. Вот, и на этом, в принципе, можно будет по экспозиции сделать остановочку. Значит, давайте сейчас, чтобы опять-таки сразу далеко не заходить, пять минут вам на то, чтобы вы посмотрели первый источник Sunlight, источник Daylight. Вот, а когда создадите Daylight, у вас автоматически появится экспозиция, вот, и вы заодно сможете зайти посмотреть, как работают настройки экспозиции. Если по этим моментам будут какие-то вопросы, я подскажу, объясню. Вот, если нет, то мы с вами через минут пять начнем разговор о системах глобального освещения. Так, значит, можно себе в конспекте сделать такую запись. Теория глобального освещения. Теория глобального освещения. Итак, мы с вами в жизни привыкли воспринимать все как есть, потому что, в принципе, с детства мы со многими вещами сталкиваемся, считаем это вполне нормальным, естественным, и очень часто не задумываемся о природе каких-то вещей. Например, то же самое освещение в жизни у нас просто происходит, и на этом как бы вся история заканчивается. Те из нас, кто, возможно, посвящает свою жизнь физике, оптике, вот, они, конечно, там, возможно, изучают это подробнее, но большинство людей не такие, вот, и посему мы воспринимаем это просто как есть. А вы, как люди, которые так или иначе пересекаются на данный момент, может быть, в будущем будете пересекаться с пакетами для трехмерного моделирования анимаций, немножечко эту систему поймете лучше. Дело в том, что в жизни у нас присутствует так называемое комплексное освещение, которое включает в себя прямое и непрямое освещение. Но в жизни мы его не делим как таковое на какие-то части, типа оно просто есть, и этого нам вполне с вами достаточно. Ну, то есть, например, в жизни вы, если там яркий солнечный день, посмотрите на человека и вокруг него обойдете, да, вряд ли у него одна сторона будет пересвечена, а другая темная. Вот, то есть он будет освещен равномерно, да, солнечными лучами с одной стороны, за счет того, что вокруг него есть небесный купол, который пускает тоже, в свою очередь, свет, вот, есть понятие отражения света, мы, соответственно, будем видеть этого человека нормально со всех сторон. В трехмерной графике такого нету. И связано это в первую очередь с тем, что то, что происходит в жизни, вот та сложная система генерации света, компьютером не может быть полноценно просчитана. На это очень нужно много времени и ресурсов. То есть в жизни это происходит само собой, вот, а здесь есть понятие загрузки процессора, он должен все это просчитать, и поэтому так легко и просто, как это происходит в жизни, в пакетах для трехмерного моделирования такого нет. Поэтому в 3D графике освещение делят на два основных типа. Первое – это прямое освещение, оно же очень часто называется direct lighting, прямое освещение, и вторая составная часть освещения – это непрямое освещение, или еще его называют глобальное освещение. Непрямое освещение или глобальное освещение. И в английской терминологии используется такое обозначение, как indirect lighting. Indirect lighting – непрямое освещение. Что это такое, что это за вещи, вот давайте разберемся. Я вам открыл свою замечательную иллюстрацию, особенно много часов времени я провел над Солнцем. Значит, данная картинка, пусть и схематически, но иллюстрирует сам процесс. Итак, Солнце у нас представляет источник освещения. Соответственно, от этого источника освещения у нас идут лучи. Огромные, их обычно огромное количество, да, но мы тут рассмотрели только лишь часть какую-то. Так вот, термин «прямое освещение» и система получения прямого освещения заключается в следующем. Прямое освещение – это свет, который идет от источника освещения до поверхности. Только до поверхности. На этом прямое освещение заканчивается. В пакете 3D Studio Max все источники освещения, ну, расскажем так, хотя, в принципе, все, да, потому что я вначале задумался, может быть, Skylight имеет отношение к другой системе, но нет, на самом деле Skylight тоже дает прямое освещение. Вот, поэтому все источники освещения в пакете 3D Studio Max генерируют прямое освещение. Есть источник, от него идут лучи, они доходят до объекта, подсвечивают его поверхность, на этом освещение заканчивается. Именно по этой причине, если у нас в сцене всего лишь один источник, мы часть объекта видим освещенной, а противоположную видим черной, потому что лучи туда не доходят. Вот как, например, здесь, да, если бы у нас было только прямое освещение, вот эта сторона нашего бокса была бы черная, так же, как и вот эта сторона сферы, потому что лучи туда не доходят, они проходят, они, скажем так, не долетают туда, потому что упираются в сам объект. Это прямое освещение. Раньше, когда систем глобального освещения не было в пакетах для трехмерной графики, было такое время, вот, тогда приходилось это имитировать, просто создавалось несколько источников. Например, если есть один источник, дающий основное освещение, а здесь темно, значит, нужно поставить источник с другой стороны, который подсветит вот ту темную сторону. То есть вот таким вот способом выстраивали освещение. Сейчас компьютерные технологии, и в частности компьютерная техника, развиваются настолько быстро, что оборудование сейчас уже может запросто справляться с этими сложными алгоритмами просчета глобального освещения и может их считать в более-менее приемлемое время. Ну вот, если раньше на это нужно было значительно больше времени, сейчас даже компьютеры там средней конфигурации могут эти вещи просчитывать в более-менее приемлемое время. Вот, поэтому сейчас система стала совсем иной. После того, как прямое освещение отработает, вот, выполнит свою задачу, начинает работать непрямое освещение или глобальное освещение. Опять-таки, еще раз повторюсь, в жизни эти вещи не разделяются. Там, где луч коснулся у нас поверхности, он, как правило, с этой поверхностью может как-то взаимодействовать. Он может от нее отскакивать, как, допустим, показано здесь. Иногда он может сквозь эту поверхность проходить. Когда луч проходит сквозь поверхность, это больше характерно поверхностям полупрозрачным. Там, стекло, например, там, полупрозрачный пластик и тому подобные вещи. Луч может проходить сквозь поверхность. Так вот, как раз здесь, после того, как луч до поверхности дошел и отскочил, как раз и начинается непрямое освещение или глобальное освещение. То есть, жизнь луча на этом не прекращается. Вот он летел, ударился о поверхность, осветил ее, прямое освещение в этой точке закончилось. А дальше начинает считаться непрямое освещение. Луч отскакивает от поверхности, сталкивается с Землей, отскакивает от нее, летит к следующему объекту, с следующим взаимодействует и так далее и тому подобное. В жизни этот процесс происходит аналогично. В жизни разница только в том, что этот процесс фактически бесконечный, потому что луч может переотражаться столько раз, сколько хватит его энергии. Потому что луч — это волна, свет — это, в принципе, волна, имеющая определенную энергию. И вот когда она сталкивается с поверхностью, освещает ее, она теряет энергию. И рано или поздно эта энергия заканчивается. В силу этого мы и видим такое понятие, как затухание света, потому что энергия света уменьшается со временем. В трехмерной графике, в принципе, этих ограничений нет. То есть лучики могли бы скакать в нашей сцене до бесконечности. Но чем больше они по сцене путешествуют, тем больше процессору нужно тратить времени на просчет. Поэтому, как правило, их ограничивают. Есть такое понятие, как количество отскоков луча. То есть 1, 2, 5, 10. Их ограничивают для того, чтобы процесс расчета не ушел в бесконечность. Чтобы мы получали результат за более-менее приемлемое время. Но, тем не менее, то есть вот в чем суть. То есть в трехмерной графике освещение делится на два типа. Прямое от источника к поверхности. А дальше, если мы захотим, срабатывает непрямое освещение. Луч путешествует и продолжает освещать нашу сцену. За счет непрямого освещения или глобального освещения, мы можем получать подсветку объекта там, где до этого ее вообще не было. Например, вот эта сфера может быть подсвечена с этой стороны, если луч сталкивается тут с другими объектами, отскакивает и попадает сюда. Например, этот луч, отскочив от сферы, освещает эту часть бокса, которая до этого была абсолютно темная. То есть глобальное освещение порою решает проблему с введением в сцену дополнительных источников освещения. Нам не нужно там уже 50 источников, чтобы подсветить каждый уголок нашего помещения. Нам достаточно несколько базовых источников и система глобального освещения, которая использует расчет того, как путешествуют эти частицы, лучи света, и как они осветят нашу всю сцену. Вот таким вот образом. Поэтому вот та теория, которая положена в основу глобального освещения. Программ визуализаторов существует огромное количество. Мы с вами здесь будем изучать стандартный рендер, так называемый, который является основой программы 3D Studio Max. Но вы уже знаете, я это не раз уже говорил, что у нас присутствует в пакете 3D Studio Max еще один визуализатор по умолчанию, который называется Mental Ray. Это тоже довольно-таки мощная система освещения, и у нее тоже очень интересные и продвинутые системы просчета глобального освещения. У каждого свои. Сколько рендеров, сколько программ для визуализации, у каждого свои методы, свои подходы для получения освещения. Все они между собой конкурируют. Самое главное это попытаться за приемлемое время получить приемлемый результат. Но в стандартном рендере тоже есть несколько способов, которые могут получать глобальное освещение. Это, конечно, не в прямом смысле реальное глобальное освещение. Это все равно частичная имитация, но, по крайней мере, это очень-очень точная имитация, поэтому результат может быть очень интересным. Итак, давайте посмотрим, какие у нас есть методы для работы с вот этим нашим непрямым освещением глобальным, как их использовать, как их настраивать и какой результат они нам могут дать. Значит, я за основу взял вот такое вот несложное помещение. Смотрите, это, в принципе, обычная коробочка. Вот, единственное, она имеет объем. Был сделан бокс, ему была добавлена сегментация. Вот, убраны некоторые полигоны. Дальше через модификатор Shell получена толщина, выровнены стенки. Вот, получилась вот такая вот коробка. А внутри этой коробки все тоже очень просто. Есть один всего лишь угол, который нормально промоделирован. Все остальное не показано, потому что под ракурс камеры попадает только лишь эта часть. Вот таким вот образом. Помещение несложное, то есть есть камера, стандартный примитив фуллидж, растительность. Вот, простые объекты, чамфер-боксы, сплайны в основе этих объектов. Ну, на самом деле, ничего тяжелого. Стул тоже самое. Низкополигональное моделирование, дальше со сглаживанием и получен вот такой вот объект. Так же, как и ножки и все прочие другие вещи. Поэтому, в принципе, ничего сложного. Значит, единственное, хотел бы сказать о системе освещения этого помещения. Значит, смотрите, здесь использовалось два источника. Оба они являются фотометриками. Один источник, это источник, который располагается у нас вот здесь, вот где непосредственно создана геометрия лампы для того, чтобы давать освещение вот этой лампы. Вот, здесь использовался фотометрик по той причине, что у него в качестве типа выбран режим фотометрик V. Помните, это режим, который может генерировать рисунок на поверхности объекта. Ведь тут он как раз вот на стене оставляет такой интересный узор. Одного его недостаточно. Если я сейчас зайду в этот фотометрик и его отключу, то результат визуализации будет вот таким вот образом выглядеть. То есть, видите, довольно-таки темное помещение. Одного этого источника недостаточно. Лампа, она светится только по той причине, что у нее самосветящийся материал. Параметр self-illumination в стандартном материале задан на максимум, поэтому она как будто бы светится. То есть, физически источником она не подсвечивается. Вот, поэтому для того, чтобы наполнить эту сцену светом, используется еще один фотометрик, который располагается под потолком, имитируя, скажем так, какое-то тут освещение от центральной люстры, которая вроде бы как должна быть в комнате. Но, опять-таки, я не раз вам говорил, что трехмерная графика – это иллюзия. То есть, нам не обязательно моделировать люстру, говорить, а там не просто источник, я там люстру сделал. А где она здесь, зачем ее было моделировать, непонятно. Поэтому мы просто делаем источник, который выполняет свою функцию. Он дает нам освещение. И вот уже с этим источником картина становится получше. Не скажу, что шедевр, но получше. Значит, наша задача в любом случае, вне зависимости от того, планируем мы использовать систему глобального освещения, не планируем использовать, до того, как вы будете использовать методы, алгоритмы работы системы глобального освещения, ваша задача первоначально правильно настроить обычные источники освещения. Что это значит? Во-первых, расположить их там, где они нужны. Например, если у вас здесь смоделирован набор в потолке точечных источников, имеет смысл поставить возле них, например, омниисточники или фотометрики, такие вот круглые, чтобы они оттуда давали освещение. Особенно, если планируется, что они включены и работают. Второй момент, это настроить их параметры. Имеется в виду интенсивность подобрать, подобрать цвет, включить генерацию тени, если она нужна, для того, чтобы этот источник начал нормально работать. И без каких-либо методов глобального освещения, выполнив рендер, посмотреть на результат. Значит, сейчас тут, возможно, иметь смысл было бы и чуть-чуть подкорректировать интенсивность, яркость нашего этого фотометрика, сделать сцену посветлее немножко. Но дело в том, что чисто с практической точки зрения, когда я с ней работал, настраивал, когда появится система глобального освещения, она многие вещи здесь перестроит. Она очень много добавит яркости. Поэтому, как правило, в данном случае, вот я именно на таком вот виде остановлюсь. Больше не буду поднимать яркость. Хотя, если бы, например, я раньше с этой сценой не работал, я бы, наверное, первоначально поднял бы яркость моего фотометрика. То есть, чтобы... чтобы у меня помещение посветлее немножко было. Может быть, как-то так, например. А дальше уже бы смотрел на прочие другие настройки. Но я сейчас вернусь пока к тому виду, который имеет сцена в данный момент. Когда это сделано, теперь уже имеет смысл использовать системы глобального освещения, настраивать их для получения того или иного результата. Значит, где у нас в программе 3D Studio Max есть доступ к этим методам? Находятся они в меню «Рендеринг». Значит, посмотрите, в меню «Рендеринг» у нас есть два способа использования системы глобального освещения. Первый из них носит вот такое вот название – «Radiosity». Второй метод глобального освещения носит название «Light Tracer». Переводить на русский не будем, непереводимы нормально. Поэтому так и останемся при таких названиях. Значит, есть два метода, два способа просчета глобального освещения. Первый – «Radiosity», второй – «Light Tracer». Почему два? Два их потому, что каждый из них используется для выполнения своих задач. Метод «Radiosity» хорошо подходит для закрытых пространств, то есть для интерьеров. Его система получения освещения базируется на том, что у нас пространство замкнуто или частично замкнуто. Ну, как вариант, например, пещера. У нее есть вход, то есть она не полностью замкнута. Но открытого пространства должно быть меньше, потому что чем будет его больше, тем менее заметным может быть результат. Второй метод, метод с названием «Light Tracer», наоборот, подходит для работы с открытыми пространствами, то есть с экстерьерами, где наоборот ничего у нас не ограничивает нашу площадь, да, нашу площадку, где наши объекты располагаются. Поэтому в зависимости от того, какая ваша сцена, вы выбираете один или второй. Мы сейчас с вами поговорим о методе «Radiosity», потому что у нас с вами интерьер, пространство это закрытое, поэтому именно этот метод нам с вами будет и нужен. Итак, давайте его применим и посмотрим, что у нас произойдет. Я вызываю эту команду. Вот, и первым делом программа меня снова спрашивает о экспозиции. Дело в том, что системы глобального освещения, тоже как и фотометрики, тоже как и daylight, источник освещения, могут давать сильные пересветы. Поэтому рекомендуется использовать вместе с ними контроль экспозиции. Если этого не сделать, картинка может быть слишком уж пересвечена. Не обязательно, но может быть. Поэтому я сейчас соглашусь с этим предложением программы «Добавить контроль экспозиции». И вот смотрите, только сейчас добавился контроль экспозиции, то есть еще даже никакого глобального освещения не появилось. Вот, а наше с вами помещение уже стало светлее. Если я сейчас сделаю визуализацию, то есть у меня нет никакого глобального освещения, только сработала экспозиция. И она уже, смотрите, как высветлила мое помещение. Оно уже стало ярче. Вот именно по этой причине я не поднимал больше яркость источника освещения. Оставил такой, какая она и есть. Окей, а теперь давайте идем дальше. Значит, смотрите, что нам открыла программа. Какое окно? Это окошко с настроечками рендера, на котором активна та закладка, которая имеет отношение к системе глобального освещения. «Advanced Lighting». То есть другой способ вызова этого окна, вот это вот, например, кнопка «Render Setup» или в меню «Rendering» команда «Render Setup» здесь. Мы об этом будем говорить. Это окно с настройками рендера непосредственно. Но так оно показывает другие настройки. А вот как раз закладка «Advanced Lighting» в этом окне, она как раз и содержит вот здесь вот нужные нам методы и способы. Итак, если я раскрою здесь вот это меню, смотрите, оно у меня содержит как раз три режима. Один из них – это «Radiosity». Он включился из-за того, что мы включили соответствующую команду. Здесь же присутствует и «Light Tracer». То есть мы можем использовать или один, или второй метод. Комбинация их невозможна. Или тот, или тот. Если нам не нужно этого использовать, мы так же, как в «Expозиции», выбираем «No Lighting Plugins». Там было «No Exposure Control», здесь «No Lighting Plugins». Соответственно, программа скажет вам, что все настройки будут потеряны. Хотим мы это сделать? Да, хотим, и вот у нас настройки пропадают. Если снова выбираем то, что нам нужно «Radiosity», соответственно, у нас появляются настройки, и мы с ними можем работать. Точно так же, если нам временно эффект от этого модуля «Radiosity» не нужен, мы просто снимаем галочку возле параметра «Active». Тогда мы делаем визуализацию и все прочие вещи без этого метода. Хотя его настройки и прочие там другие параметры уже могут быть как-то заданы. Но отображаться не будет, потому что он неактивен. Когда галочка стоит, значит он будет работать и получать нужный результат. Сразу нужно сказать вот что. Метод «Radiosity» — это метод, который требует предварительного просчета. То есть нельзя просто нажать кнопочку «Визуализации», этого недостаточно. До начала визуализации нужно просчитать это глобальное освещение. Делается это щелчком по кнопочке «Старт», которая запускает процесс просчета и получает тот или иной результат. Но перед тем, как мы эту кнопку нажмем для получения, для просчета результата, я бы хотел сказать еще об одном главном параметре, важном параметре, который позволяет нам глобально управлять скоростью и качеством результата, который мы получим. Смотрите, вот тут чуть-чуть пониже один из основных параметров, с которым нужно в самом начале работать. Параметр с названием «Initial Quality». Этот параметр задает качество, которое получит метод «Radiosity» в процессе просчета. Чем этот параметр выше, тем, соответственно, дольше будет просчет этого метода происходить, но тем лучше может быть результат. Он задается в процентах от 0 до 100. 0. Отсутствие качества 100 максимальное. Хотя, опять-таки, 100 лично я, например, никогда не задавал. Сейчас для, скажем так, тестового рендера я его уменьшу, допустим, до 50. Тем самым выиграю немножко времени, которое потрачено было бы на улучшение качества, а потом его, если нужно, перестрою, перезадам. После того, как я это сделал, я уже могу нажать кнопку «Старт», для того, чтобы программа начала просчет этого метода. Давайте нажмем и посмотрим на результат. Ну, тут программка сообщает мне о том, что у меня отсутствуют текстуры в моей сцене пути. Я пока проигнорирую это сообщение, нажму на кнопочку «Continue». Они мне здесь принципиально ничего не сделают. И вот у меня начнется просчет этого метода. То есть эта вот полосочка, она будет показывать процесс, как быстро, скажем так, или медленно этот метод, эта технология у нас просчитывается, получается и какой дается результат. То есть вот тут, допустим, скорость ее просчета, «Solution Quality». Есть. Вот она у меня просчитана, и у меня готов результат. Значит, кнопочка «Старт», которая была до этого, видите, ушла и поменялась на кнопку «Continue», «Продолжить». Значит, в будущем, когда мы будем менять какие-то параметры, нам порою придется пересчитывать этот метод заново, потому что некоторые параметры, они не могут просто так примениться, они требуют заново перепросчета. Поэтому мы будем пользоваться кнопкой «Continue», она будет меняться еще на кнопочку «Update». Сейчас, если нам не нужен результат работы, мы можем воспользоваться кнопочкой «Reset» или «Reset All». Две эти кнопки сбрасывают все настройки метода этого «Radiosity», который до этого был у нас просчитан и был использован. Значит, перед тем, как мы углубимся в настройки, я бы вам хотел немножечко рассказать о том, как этот метод вообще считает. Вот сейчас вы можете обратить внимание на то, что наша сцена, стала состоящая из треугольников. Смотрите, все наши четырехугольные полигоны, которые до этого присутствовали, стали выглядеть как наборы треугольных полигонов. И это не только для нашей коробки работает, а для всего вообще внутри. Не бойтесь, это просто-напросто делает метод «Radiosity». То есть реально он геометрию не делит на треугольники. Кстати, процесс деления геометрии на треугольники называется «триангуляция». Так вот, этой самой «триангуляции» он не делает. Это просто он временно для себя использует такую вещь. Он работает с треугольниками, этот метод, поэтому он геометрию делит на треугольники. Но стоит вам отключить активность, как сразу ваша геометрия вернется к обычному нормальному виду. То есть это просто временное такое состояние. Как работает метод «Radiosity»? Метод «Radiosity» строит освещение в точках вашей реальной геометрии. То есть, например, вот здесь есть точка. Здесь, соответственно, будет записана информация о освещении. Тут есть точка. Программа здесь запишет информацию о освещении. Здесь нет точек, здесь информации не будет. То есть отсюда становится очень важно и актуально такое понятие, как качество результата, который дает «Radiosity». Чем больше в нашей геометрии точек, тем, соответственно, с одной стороны, лучше будет результат, потому что больше эти точки могут использоваться для хранения информации. Фактически то, что делает метод «Radiosity», можно сравнить с таким банальным рисованием на стенах. То есть мы подходим, смотрим, где точка на стене, и берем кисточкой с желтой краской выкрашиваем. Находим следующую точку, снова выкрашиваем. В результате, когда этих точек у нас много, программа смешивает их значения и получает результат освещения какой-то поверхности. То есть, если у нас достаточное количество этих точек в сцене, освещение будет приемлемое. Если их недостаточно, то освещение может быть далеко от идеала. Вот давайте сейчас попробуем сделать процесс визуализации, даже при таком качестве, и посмотрим на результат. Ну, во-первых, смотрите, картинка стала немножко лучше, видите. То есть у нас пропали абсолютно черные участки, да, фрагменты, которые были в сцене. Эти полки были темные здесь, здесь. Низу кресла было темное, видите, осветились эти части. Вот, то есть метод глобального освещения стал работать. Он стал просчитывать, как лучи себя ведут в сцене, в каждой точке стал делать освещение, в результате картина улучшилась. Но ее качество сейчас желает лучшего. Во-первых, на стуле видно, вот набор каких-то пятен появился. Во-вторых, не совсем реалистично обрабатывается тень и вообще освещение. На вот этих объектах видна вот такая вот пятнистость какая-то, которой, в принципе, быть не должно. На люстре, вернее, в этом светильнике, очень хорошо это тоже видно, он весь в пятнах. Вот, это связано с тем, что настройки сейчас заданы таким образом, что результат далек от совершенства. Как мы это дело с вами можем исправить? Значит, исправляется это первоначально тем, что нам нужно каким-то образом добавить больше точек. То есть, чем больше точек в нашей геометрии, тем лучше будет у нас результат. Например, в той же самой стене у нас точки очень далеко находятся. Одна здесь, одна вот там. То есть, по этим двум точкам ему, этому методу приходится осветить наше помещение. Конечно, он с этим справиться не может, поэтому получает такой вот не совсем красивый результат. Как быть? Резать геометрию, дробить ее, уплотнять тоже неудобно, потому что мы загружаем окно проекции просчетом лишней геометрии. Так вот, в методе Radiosity есть свиток с названием Radiosity Meshing Parameters. Это второй свиток по счету. Этот свиток занимается одной интересной вещью. Он позволяет нам виртуально, то есть не по-настоящему, дробить нашу геометрию. Делать ее состоящей из более плотной, более мелкой сетки. В результате мы тем самым можем решить проблему с количеством точек. Это можно сравнить с методом Displacement. Помните, когда мы применяли метод Displacement, мы говорили, что если достаточное количество точек в геометрии полигонов, выдавливание будет хорошо отображаться. Если точек мало, оно будет плохо. Но мы могли с вами имитировать качество Displacement за счет того, что виртуально его дробили, нашу геометрию. Вот то же самое и здесь происходит. В этом свитке, на этом свитке, смотрите, есть параметр Enable в группе Global Subdivision Settings. Если эту галочку поставить, нам становятся доступными все прочие другие настройки. Так вот, как раз поставив здесь галочку Enable, мы включаем алгоритм, который позволяет нашу сетку дробить. Как он будет ее дробить? Зависит от настроек, которые у нас заданы. Но для начала давайте пока ничего менять не будем. Они тут заданы программой по умолчанию. И просто попробуем применить результат. Значит, вот параметр дробления, когда включается, это один из тех параметров, которые требуют пересчета метода Radiosity. Поэтому кнопочка Continue, продолжить, поменялась на кнопку Update and Start, обновить и запустить процесс. Поэтому мы на нее нажимаем для того, чтобы у нас запустился процесс перепросчета этого метода Radiosity. Вот сейчас программа запустила алгоритм заново, и она его не только просчитывает, а использует перед этим вот эту функцию дробления. И результат этого дробления вы сейчас увидите на нашей геометрии. Вот посмотрите на стены. Видите, да? Смотрите, количество точек, количество составных частей полигона, вот этих четырех треугольных, значительно увеличилось. То есть теперь уже у нас больше точек, как результат и качество этого метода Radiosity позволит нам значительно лучшую получить картинку. Ну, давайте попробуем нажать Render и посмотреть на результат. Вот, значит, картинка вот такая. Ну, я не скажу, что она очень сильно супер глобально отличается от того, что у нас было. Как были у нас пятна на многих объектах, так и не остались. Хотя, в принципе, тот параметр, который мы сейчас с вами задавали, это не тот параметр, который решает проблему с пятнами. Но, тем не менее, увеличение количества точек – это обязательный параметр для того, чтобы получать хорошее, нормальное, приемлемое качество. Без этого, к сожалению, никак не получится. Получить приемлемый результат. Теперь немножечко о настройках. О настройках вот этого процесса дробления, деления. То есть как он происходит, как он выполняется. Смотрите, здесь есть группа настроечек Mesh Settings, настройки поверхности, где есть параметры, которые нам нужно задавать для получения результата. Значит, параметр Maximum Mesh Size задается в метрах, да, как видите, в тех единицах, которые заданы у нас. И определяет он то, каким может быть максимальное расстояние объекта, размер объекта, для того, чтобы его определять как большой кусок. То есть если в нашей сцене есть объекты, которые, например, имеют размер 1 метр, они могут у нас отображаться, ну, скажем так, не дробиться. Это считается нормальный объект. Если объект, например, имеет длину 2 метра, уже программа его будет дробить пополам, потому что его длина в 2 раза больше, чем максимально допустимый размер куска сетки. Вместе с ним используется параметр Minimum Mesh Size. Этот параметр, наоборот, работает с самыми мелкими кусками сетки. То есть он определяет, какими должны быть кусочки сетки, для того, чтобы сделать их самыми мелкими. То есть не меньше там 7 сантиметров получается. Эти параметры программа подбирает сама, автоматически, как только вы применяете Radiosity, здесь уже эти параметры прописаны. Но иногда бывает так, что вы смотрите, что какие-то там части можно было бы еще раздробить, поделить, а программа этого не сделала. Например, вот здесь. Вы считаете, что слишком большой кусок стены на полигонах, нужно его плотнее раздробить. Тогда вы можете что сделать? Вы можете параметр максимального размера уменьшить. Теперь он уже не будет попадать в те настройки, его длина уже меньше, больше, вернее, чем полметра, и поэтому он тоже будет дробиться. То же самое с мелкими кусками. Если вы смотрите, что на мелких объектах, на мелких деталях пятна, один из вариантов решения проблем с пятен, это, возможно, уменьшение вот этого числа, для того, чтобы программа дробила их еще сильнее. Но вот с этим нужно быть поаккуратнее, потому что тут можно очень слишком мелкие сдавать значения, и процесс просчета увеличится. Ну, давайте тут, может быть, до 0,5 его тоже опустим, и попробуем еще раз пересчитать этот метод радиосити для получения результата. Сейчас, по идее, у нас должна с вами стать более плотная сетка, то есть вот те куски, которые до этого были большими, сейчас должны будут уменьшиться несколько раз, потому что мы уменьшили максимальный размер. О, смотрите, да, даже вот тут видно, вот тут большой кусок, помните, какой был? Сейчас стал плотнее. Но это еще не все моменты. Значит, помимо этого, есть еще параметр, в самом низу находящийся, Initial Mesh Size. Это параметр, который задает, скажем так, средний размер куска, то есть какие вот куски при делении должны быть средние, должны считаться средним, 0,3 метра. Ну, то тоже самое. Если нужно, можно менять, но в данном случае менять этого не будем, да и вообще, в принципе, не так часто этот параметр приходится менять. То есть вот большие куски, мелкие, задаются, и причем если с точки зрения того, что больше задается, больше задаются, именно, скажем так, большие куски. То есть чаще мы заходим сюда и меняем этот размер. Если много слишком больших кусков, мы можем их уменьшить за счет этого параметра. Вот, мелкие, в принципе, не так важны. Значит, и еще тут довольно-таки важен третий параметр, параметр с названием Contrast Threshold, так называемый порог контраста. Это параметр, который позволяет нашей сетке уплотняться в тех местах, где у нас есть контраст. Под словом контраст что подразумевается? Подразумевается разный контраст. Контраст, например, в цветах. То есть вот здесь белая стена, здесь красная. Это контраст по цветам. Вот здесь, например, стена вроде бы как красная, но есть засвет на стене. Здесь он более, вернее, красный, здесь он более светлый за счет белого цвета. Поэтому, смотрите, в этой области, видите, формируется более плотная сетка для того, чтобы этот контраст передать. Или вот тут на полу есть тень. Тень – это контрастная область по сравнению с тем участком, где тени нет. Поэтому в этом месте тоже делается плотная сетка. Контраст очень важен, потому что если мы в сцене нашей контрасту достаточное внимание уделять не будем, то у нас могут потеряться многие детали, такие как тень, засветы и так далее. Параметр контраста работает следующим образом. Чем он меньше, тем более детально программа будет отслеживать контраст. То есть, например, если при значении 75, которое сейчас есть, я его начну поднимать, то программа может перестать понимать вот эту контрастную область и не дробить так мелко сетку. А вот если его уменьшать, это число, то оно наоборот будет более контрастно, то есть, более будет внимательно к областям разным по цвету, по тону и будет их плотнее выделять сеткой. Поэтому, может быть, здесь 75, я до 50 опущусь, то есть, сделаю более контрастным это значение и опять-таки нажимаю пересчет этого параметра. Значит, Radiosity в конечном итоге, когда мы все параметры настроим, нужно будет просчитать всего лишь один раз. И дальше ее можно будет применять, и она сразу будет уже применяться к нашей сцене. То есть, ее не нужно переприсчитывать там при каждом рендере. Один раз сделав эти настройки, мы получим результат. Вот смотрите, сейчас контраст я уменьшил. Смотрите, насколько стала плотная сетка. Вот тут она стала более плотной, потому что здесь тень от полочки. Вот тут она стала более плотной. Вот здесь затенения все эти четко подчеркнули. Сетка стала более плотной в этих местах. Вот это то, в принципе, что вам нужно на данном этапе, этапе дробления и деления сделать. То есть, получить более плотную сетку. Контрастную. Вот. И более интересно выглядящую такую, более мелкую. Не слишком мелкую, но вот такая, я думаю, вполне достаточно. Давайте сделаем процесс рендера. Посмотрим на результат. Вот что у нас получилось. Да, значит, сейчас пока не пугайтесь, что очень много получилось пятен разных. В данном случае пятна только нам в плюс идут. В плюс с какой точки зрения? Это показатель того, что у программы теперь достаточно информации о освещении. Она пока просто еще нормально не обработана. Поэтому выглядит в виде вот таких вот хаотичных пятен. Но, тем не менее, это лучше, чем их не было. Если их не было, то, скорее всего, проблема в том, что у вас недостаточно плотная сетка. Нужно ее уплотнять. А раз пятна появились, это наоборот, радоваться нужно. Вот. Это хороший показатель. То есть мы, значит, на верном пути. Вот на данном этапе процесс дробления сетки у нас, в принципе, выполнен. Мы получили более-менее приемлемое значение. Можно, конечно, его там дальше дробить. Но, опять-таки, чем меньше, чем сильнее дробится сетка, тем, с другой стороны, дольше времени на процесс просчета этого метода уходит. Поэтому сейчас я на этом остановлюсь. Дальше делать не буду. Прорабатывать ее больше не буду. Поэтому этот свиток свернул. После того, как мы с вами сделали этот момент, становится актуальным использование еще одного свитка. Так, вот он. Свиток с вот таким интересным названием «Rendering Parameters». Значит, на этом свитке находятся параметры, которые как раз влияют на то, как этот метод будет использоваться при процессе визуализации. Здесь сейчас по умолчанию все выключено. И поэтому фактически вот тот результат, который мы с вами видели, когда делали рендер, это, скажем так, чистая радиосити. То есть вот как она просчиталась, вот такой она отображается. Это, конечно, здорово, но с другой стороны, использовать мы ее нормально не можем, потому что эти пятна, они нам только деструкцию в нашем изображении создают. Это не очень красиво. Поэтому для того, чтобы теперь эти пятна использовать для освещения, чтобы по этим цветовым пятнам, которые метод радиосити получил, воссоздать нормальное освещение, нам нужно задать некоторые параметры на вот этом свитке «Rendering Parameters». Что именно здесь нужно? Нужно поставить галочку возле параметра «Regather Indirect Illumination». Параметр «Regather Indirect Illumination» заставит вот то, что просчитало радиосити, заново перепросчитать, использовать, адаптировать под рендер и избавить нас от вот этих вот пятен, которые сейчас есть. То есть пятна — это просто слишком много информации. Этот метр «Regather», то есть пересбора, если так дословно, «Regather» собирать, «Regather» пересобрать. Это функция, которая как раз проанализирует всю эту информацию, которую дал метод радиосити, отберет из нее только то, что нужно, адаптирует и даст нам нормальный результат. После того, как мы включили его, здесь есть один очень важный параметр, который нужно задавать. Это параметр «Race Per Sample» — количество лучей, которые этот метод будет использовать для просчета. Чем выше это число, тем лучше будет результат. Я даже сейчас пока не буду ничего включать, вернее, не буду никакие параметры менять, сделаю копию окошка буфера кадра, чтобы мы видели старую картинку, а в этом видели новую. И давайте просто, включив этот метод, заново просчитаем. Ага, надо, во-первых, просчитать радиосити заново. А после этого, выполнив процесс визуализации, мы с вами увидим результат. Опять-таки, тут еще один момент. Вы не забывайте, что мы все это время работаем в низком качестве, то есть мы глобальный параметр качества уменьшили. То есть после того, как мы настроим все нужное нам внизу, мы с вами еще и качество поднимем, тем самым картинка еще станет лучше. Вот теперь можно сделать рендер. Значит, заметьте, с одной стороны, процесс времени, затраченного на визуализацию, у нас увеличился. То есть рендер пошел дольше. С другой стороны, у нас появился такой эффект дискобара. Видите, все в маленьких пятнышках, точечках. Но это еще лучше, чем вот те пятна, которые у нас были. Да, несмотря на то, что как бы кажется странным, на самом деле это все хорошо. Вот эти вот пятна, которые сейчас стали более акцентированными и более равномерно располагающимися, это показатель того, что вот этот метод регезер, перепросчета, он их как-то структурировал. До этого вот здесь была просто каша. Такое ощущение, что кто-то убирал, что-то недоубирал, где-то наплевал, где-то повытирал ногами. Вот, получился мусор и ерунда. Да, а здесь оно вот как-то уже структурировано. Чем хорошо вот такое вот структурирование? Тем, что его после значительно проще размыть, чем вот эти хаотично расположенные пятна. Поэтому вот этот метод регезер как раз и занимается тем, что вот эти вот пятнышки позволяют нам, вот эти вот хаотично расположенные пятна, позволяют переформировать в более-менее равномерную, однотонную такую вот структуру. То есть вот что дает нам метод регезер. Замечательно. Следующий момент, который мы с вами сделать можем, так это воспользоваться, во-первых, параметром реперсэмпл. Их, если мы хотим, можем увеличить, например, там поднять даже в два раза из того значения. 64 это значение, которое является значением по умолчанию. Теперь просчитаем нашу Radiosity, сделаем заново рендер. Вот, посмотрим на результат. Есть, вот он посчитан. Давайте запустим процесс визуализации. Вот, смотрите, значит, уже даже по верхней части изображения видно, что эти точки, они все равно присутствуют, никуда они не делись, и, в принципе, они как бы и не должны были на данном этапе куда-то исчезнуть. Вот, но они стали не так концентрированы. Вот, обратите внимание даже вот на этот угол, насколько их здесь больше, и, соответственно, насколько они контрастны. Здесь их стало значительно меньше видно. То есть, увеличивая параметры вот этот реперсэмпл, мы эти точки сможем сделать менее заметными. Будем уменьшать, уменьшать, адаптировать, приводить их к нужным значениям. Поэтому в данный момент я тоже сделаю пока остановочку, не буду дальше это просчитывать, чтобы время сейчас на это не тратить. Вот, и давайте вернемся к этому параметру, реперсэмпл. Значит, вместе с ним, с этим параметром, очень интересно еще работает второй параметр с названием фильтр радиус. Этот параметр издается в пикселях, и он у нас определяет тоже, насколько вот эти наши области могут размываться. Если мы с вами этот параметр увеличим, то наши участки, вот эти вот точки для размытия, должны будут тоже, в свою очередь, стать не так сильно заметны. Сейчас он нам досчитает. Мы с вами сделаем процесс рендера, посмотрим. Так, давайте запустим его. Ну вот, обратите внимание на эту стенку, да, то есть они уже так явно не выражены. Да, тут присутствует, этот эффект от них еще присутствует, то есть он полностью не убрался, но за счет этой вот фильтрации, размытия, мы смогли их сделать еще менее заметными. Поэтому в этом методе, регезер, две функции важны. Первая это лучи, а вторая это вот эта фильтрация. Но с ней тоже будьте аккуратны, если ее там поднимать до бесконечности, она может и деструкцию в вашу сцену внести. Поэтому в небольших пределах от того значения, которое у нее по умолчанию задано, мы можем подниматься. Вот тот результат, который нам дает она. То есть уже картинка стала лучше. Здесь на свете, в принципе, это не так заметно, а тут в тени это видно сильнее, на этой стенке. Давайте остановим этот процесс, и посмотрим еще одну вещь, которую мы тоже можем дополнительно включать. Для того, чтобы этот алгоритм, который по умолчанию берет в расчет все абсолютно вот эти световые пятна, и на базе этих пятен делает освещение, это, соответственно, увеличивает время, затраченное на рендер, и немножко качество делает чуть похуже. Для того, чтобы использовать не все, а только некоторые фрагменты, можно включить вот такой вот режим с названием Adaptive Sampling. Режим Adaptive Sampling включает режим адаптации, то есть программа не тупо берет все точки, которые она видит перед собой, а она их начинает выбирать определенным образом. Какие это берет в расчет, какие это не берет. То есть режим адаптивности, это всегда режим, который позволяет ускорить время визуализации. До этого, например, он брал первую, вторую, третью, четвертую, сейчас он берет первую, пятую, седьмую, десятую, то есть некоторые пропускают. Делает он это на базе тех настроек, которые здесь заданы. Тут основной параметр, который важен, это вот этот параметр Initial Sample Spacing. То есть вот тут мы задаем небольшие участки, в которых, скажем так, программа будет искать, что подходит ей для освещения, что нет. Но тут даже это значение по умолчанию можно оставить, 16 на 16 довольно-таки большая область. Поэтому просто его включив, уже можно получать неплохой результат. Давайте сейчас переобновим наш Radiosity и сделаем рендер. То есть, видите, мы даже при низком качестве, но уже получили довольно-таки неплохое значение. Когда мы его поднимем в финале, мы, соответственно, получим совершенно иную картинку, совершенно иной результат. Давайте запустим процесс визуализации. Вот смотрите, адаптивность, видите, она не берет все абсолютно в расчет, и из-за того, что она у нас начинает появляться и срабатывать, у нас вот такие вот появляются пятна. То есть, эти пятна, это как раз акценты того, что какие-то участки он берет в расчет, какие-то не берет, какие-то пропускает. Хорошо, давайте пока сделаем остановочку. Значит, идем дальше. Значит, после того, как вот эти моменты мы с вами задали, еще один из параметров, которые мы с вами можем использовать, помимо управления глобальным параметром качества, это первый свиток, где мы с вами задавали качество. Здесь тоже есть два инструмента. Инструменты с названием Interactive Tool, так называемые интерактивные инструменты. Здесь есть два режима. Indirect Lighting, прямое освещение, вернее, глобальное освещение, и Direct Lighting, прямое освещение. И один и второй занимаются тем, что позволяют нам дополнительно еще размыть результат, который получил метод Radiosity. То есть, фактически сделать его более размытым, и это очень часто устраняет вот эти вот пятна, которые у нас в нашей сцене могут присутствовать. Эти значения можно поднимать в небольших пределах, там единичка, двоечка, потому что если их накручивать, опять-таки, до больших значений, это размытие приведет к не очень красивому результату. все будет в виде таких каких-то не совсем красивых пятен, вот, поэтому чуть-чуть можно приподнимать. Тоже приходится перепросчетать. Видите, большинство параметров внутри этого метода Radiosity требует перепросчета. Видите, вот эти пятна сейчас у меня остались. Я думаю, что в данном случае, конкретно вот в этой сцене, возможно, это вот этот параметр, который мы включили, адаптивности, дает не очень хорошее значение. Давайте его пробуем все-таки отключить. Вот, видите, раз на раз не приходится. В некоторых сценах, в зависимости там от геометрии, от особенностей, он дает хорошие результаты, в некоторых, наоборот, не очень хорошие. Хотя, с другой стороны, он, конечно, время давал нам возможность выиграть. Вот, может быть, как вариант, его даже включить, попробовать сделать эти куски более мелкими. Вот, может, тогда он не такие большие эти пятна сформирует. И в силу этого, возможно, тогда и размыть их будет проще. То есть, а, в принципе, задача вначале сделать так, чтобы эти пятна из хаотичных стали более сконцентрированными и равномерными, а после этого сдать настройки таким образом, чтобы эти пятна убрать и перестать их активно видеть. Но, все равно, в данном случае не очень красиво, сильно заметно. Давайте его тогда отключим. Сейчас он нам только в минус играет. Вот, значит, последнее, что, в принципе, можно еще сделать, помимо того, что мы поднимем качество, это, например, взять, увеличить этот параметр лучей, взять его сделать еще в два раза больше, там, 256. Тем самым, мы еще выше сделаем качество вот этих вот мелких точек. Фильтрацию, я думаю, можно оставить такой, какая есть. И вот теперь, когда мы, в принципе, настройки все задали уже, можем вернуться к параметру качества, вернуть его в свое значение. 100 здесь и не обязательно вписывать, например, там, 85-90, это вполне достаточно, потому что 100, в принципе, не дает такого явно видимого прям отличия, но в то же самое время значительно увеличивает время, затраченное на просчет. Сейчас при увеличении качества у нас процесс просчета должен стать чуть-чуть дольше. Он не так будет быстро, как до этого у нас выполнялся. Видите, до этого уже, в принципе, она была у нас посчитана, сейчас он чуть мельче. Шаг вот этот стал помельче. Вот, ну, радует здесь то, что, в принципе, нам это нужно просчитать всего лишь один раз. То есть, фактически, просчитав этот метод один раз, в дальнейшем вы можете вашу камеру в сцене располагать как угодно. То есть, этот метод, он не привязан к положению камеры. То есть, например, если вам нужно показывать разные участки вашего интерьера, вам достаточно один раз потрудиться, потратить время на просчет всего, а дальше просто переставляя камеру, делать рендеры разных фрагментов. Уже этот метод перепросчитывать будет не нужно. Единственное, что для этого метода критично, хотя пока мы это еще не умеем, нам нужно, чтобы все объекты были статичные. То есть, этот метод не подходит для анимации. В процессе анимации это сделать, к сожалению, этим способом нельзя. А для статики замечательно. Под словом анимация подразумеваются движущиеся объекты. То есть, камера в сцене двигаться может, она анимироваться может. Не могут двигаться объекты, например, стул не может ехать, потому что тогда методу радиосити нужно перепросчитывать. Он не настроен на то, чтобы работать с анимацией. Он больше метод для просчета статичных изображений. Вот таким вот образом. Но во всех остальных вариантах вещи очень хорошие. То есть, видите, раз потратив, настроив его, мы, в принципе, можем с вами получить довольно-таки неплохой результат. Вот, хотя в нашей сцене сейчас реально всего лишь два источника освещения, только лишь. все остальное получено благодаря этому методу. Ну вот, смотрите, в принципе, уже видно. На стенах отсутствие этих пятен. Вот здесь их нету. Наши шары, которые до этого были все пятнами покрыты. Источник освещения, вот этот светильник. Вот на этом уже ничего у нас нет. То есть, вот мы его с вами настроили. Поэтому еще разочек, буквально там несколько секунд, все повторю. То есть, первым делом, ваша задача настроить правильно обычные источники освещения. Подобрать их интенсивность, яркость, задать там тень, все, что нужно. После этого включаете метод радиосити. Упрощаете его качество и просчитываете первый раз. Смотрите на результат. Правило, чаще всего придется включать процесс дробления сетки, потому что без нее в программе будет мало информации, по которой она сможет воссоздать освещение. При дроблении сетки задаете размер больших кусков, маленьких кусков. Это уже все экспериментально, в зависимости от размера. Если сильно крупные пятна, увеличиваете максимальный размер куска. Если нужно, там уменьшаете, увеличиваете минимальный размер куска. И обязательно уделить внимание понятию контраста, чтобы контрастные области выделялись сильнее. С того значения 75, которое стоит по умолчанию, имеет смысл его опустить хотя бы до 50, а может быть даже иногда еще и меньше, если там много контрастных участков в вашем изображении. А после этого вы переключаетесь на метод регэзер, где нужно подобрать количество лучей. Фактически ваши пятна хаотично расположены, сформировать маленькие равномерные пятна по всей поверхности. И уже там, в принципе, все основные вещи делаются. После этого поднимаете финальное качество и перепросчитываете ваши радиосити. Процесс рендера, конечно, не быстр, но в данном случае это, в принципе, плата за то качество, которое у нас получает данный метод, данная технология. Вот каким образом, в принципе, работает технология радиосити, вот как она применяется, вот какой она результат у нас дает, и вот, соответственно, как мы можем пользоваться. Вот, поэтому в ваших проектах, которые вам предстоят, я думаю, это будет решение для создания системы освещения. Вот, значит, у нас с вами еще остался разговор о методе LightRacer. Мы тогда посмотрим в следующий раз метод LightRacer. И на следующем занятии мы с вами поговорим о системах освещения. Еще раз я подытожу то, как использовать освещение интерьеров, в экстерьерах, вот, как делать, скажем так, объектное, либо предметное освещение, которое больше там подходит для студийного освещения. Вот, еще раз подытожим, скажем, о методах, способах, подходах получения этих вещей. Вот, и, в принципе, на этом мы с вами на следующем занятии тему освещения закроем. Дальше мы пройдем дальше. У нас с вами будут темы, связанные с визуализацией, вот, анимацией. Ну, не так много нам уже с вами осталось. Вот, для того, чтобы весь необходимый материал разобрать. Ну, вот, видите, в принципе, картинка очень даже ничего получилась. Это с учетом того, что это стандартный рендер. То есть, только стандартный. Не все люди даже знают, как использовать стандартный рендер, можно получать хотя бы такое качество. Многие знают о существовании визуализатора V-Ray, вот, но не все знают, что стандартным рендером при правильном подходе, вот, можно тоже получать картинки, ну, не скажу, что там выигрывающие, но в некоторых аспектах не уступающие даже тому визуализатору. Хорошо, окей, тогда на сегодня на этом мы с вами давайте сделаем остановочку и в следующий раз продолжим разговор о методе Light Tracer. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!